Стартуем из города в Калининградскую область, где у нас с Евгением случилась ностальгия по игре PUBG. Кстати, если в поездке захотелось поиграть, что аж сил нет, в городе есть джедай. Автомобильные дороги в Калининградской области просто прекрасны. Аллеи вдоль них высажены еще при прошлой власти. Такие можно встретить повсюду в Европе. Это не только очень красиво, но еще и практично. Они дают тень, а также поглощают углекислый газ. Но калининградцы называют их последними солдатами вермахта, потому что убиваются об них в ДТП. И представьте себе, время от времени в области даже поднимается вопрос, не спилить ли эти аллеи? Совсем. И действительно, намного ведь проще избавиться от этой красоты, чем научить людей водить машину. Им местами до деревьев потихоньку дотягиваются, но надеемся, что хотя бы несколько лет еще успеем на них полюбоваться. Балтийская коса имеет канал, по которому корабли проходят из Гданьского в Калининградский залив, а направляют их огни Северного, по которому мы сейчас мчим, и Южного Молов. Вместе они морские ворота Балтийска. Расстояние между ними чуть больше 360 метров. Протяженность Северного Мола один километр. Во время шторма находиться здесь нельзя, но нам повезло. При нас шторма не было. Рядом с въездом на Мол памятники Елизавете Петровне встречает и провожает корабли. На Балтийскую косу можно попасть только на пароме. Или не только. Паром ходит через два часа три раза в день. И это если только нет шторма. А если есть шторм, то паром не ходит. Вся жизнь на Балтийской косе завязана на этом пароме. Так что скорую вы можете легко не дождаться. Учитывайте эти факторы, планирую сюда экскурсию. Пишут, что население Балтийской косы около полутора тысяч человек. Ну не знаю, где они там все прячутся. Хотя на самой паромной переправе зарегистрировано 800 человек и 150 транспортных средств. Это показатели двухлетней давности. И вряд ли они увеличиваются. Просто жители косы получают льготы на паромную переправу, поэтому их учет и ведется. Одно из интереснейших мест на Балтийской косе это музейный комплекс Старый Люнет. В очень атмосферном небольшом кинозале под чашечку кофе за столом-колодцем можно провести время в компании приятнейших людей и ознакомиться с военной историей косы. А еще тут можно увидеть настоящую энигму. Эти шифровальные машинки в свое время наделали очень много шума. До середины 20-х годов они выпускались в коммерческих целях, но затем доработанная энигма приходит на службу рейху. Как средство связи в высших военных структурах она обеспечивала быстрое и скоординированное наступление против ряда стран. Взломать шифры энигмы пытались все союзники, и это даже получилось сделать дважды. В 1932 году польскими специалистами, а во время Второй мировой британскими в Блетчлиппарке. Конечно, не без помощи разведки гениев математической теории, да и просто удачи, потому что передача радиоволн происходила с подлодки. В общем, очень интересная история и много хороших фильмов по ней сняты. Люнет – это старое оборонительное сооружение, служившее ранее жильем для высшего военного командования. Здание сильно пострадало уже под конец войны в начале мая 45-го. Восстановлено в 2016-м. Здесь проводятся экскурсии, встречи историков и краеведов. Проводят экскурсии на водном транспорте, занимаются благотворительностью, не забывают и о ветеранах. Подписывайтесь на их группу ВКонтакте, это настоящий рупор Балтийска. Все значимые события в реальном времени. Форт Западный на Балтийской косе 1869 года постройки. Тоже совершенно не приспособлен для туризма. С другой стороны, пока народу нет, можно наделать обалденных фоточек и просто насладиться природой и уединением. Кстати, это отличная наблюдательная точка во время парада ВМФ. Форт стоит прямо на море и активно разрушается прибоем. Боюсь, через пару лет от него ничего не останется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это красиво, да? Да? Да. Вот эта штука обвалилась туда. Входя на ногу. Входя на ногу. Входя на ногу. А это я устраиваю нашему гиду микроинфаркт. Не делайте так, берегите ваших гидов. Продолжение следует... Следующая наша остановка на Балтийской косе – бывшая авиабаза Люфтваффен-Нойтиф. Конечно же, авиабаза для своего времени была самая продвинутая. Имела подсветку, эксплуатировалась при любой погоде и любом ветре. Посадочные полосы имели подогрев, а ворота ангаров электрифицированы. Аэродром имел три огромных бетонных ангара для самолетов и два металлических для другой техники. Наземных подъездных путей к аэродрому не было, и все необходимое доставлялось по морю. Продолжение следует... 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 Но если вдруг вас туда все-таки занесет, хотим вас предостеречь. Место явно не для людей с ограниченными возможностями, как, в общем-то, и вся Балтийская коса. Никакой инфраструктуры здесь нет и в помине. Ни автобусов, ни маршруток, ничего. Если вы приехали поглазеть на косу на один день, не стоит этого делать пешком и в одиночку. Дело в том, что до сих пор периодически тут натыкаются на различные боеприпасы с более или менее удачным исходом и не совсем. Почитайте новостные ленты. Продолжение следует... 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 А это самый большой корабль на воздушной подушке в мире С тремя газотурбинными двигателями Зубр Максимальная скорость 111 км в час В рабочем состоянии юбка от нагнетаемого воздуха поднимается на 6 метров от земли Может даже на скорости перепрыгнуть до полутора, идущих по воде Мощность одного такого вентилятора 10 тысяч лошадиных сил А в общем три тяговых агрегата, вот эти три вентилятора И еще два нагнетательных в корпусе Их суммарная мощность 50 тысяч лошадиных сил Потребляет, внимание, 9,5 тонн топлива в час Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Хоть так и не скажешь по виду, но немецкое военное кладбище Фишхаузен в Приморске – это огромнейшая братская могила Германия выделяет средства на содержание кладбища Прошу прощения за целый день съемки, наш стабилизатор на камеру сел, камера потрясывается, это я снимаю с рук Гоупро Хироу 7 Блэк Если кому интересно, при настройках 2.7к и 60 кадров в секунду стабилизация гиперсмус ведет себя вот как-то так А при съемке в 4к недоступно 120 кадров в секунду, поэтому в 4к вы не сможете сделать таймлапс Утром мы выехали из Калининграда, а вечером должны были быть в Янтарном Целый день мы бы провели только в дороге, если бы перебирались сами Поэтому мы очень удачно взяли Ивана, он забрал нас утром, целый день показывал Балтийск и вечером привез нас в Янтарный Вот в Балтийске без гида, честно, делать нечего вообще, никакой инфраструктуры Или на своей машине, или гид Ну, конечно же, с гидом интереснее и безопаснее Вот это дорога, по которой мы делаем Который мы сейчас едем, это исконно прусская брусчатка